Здравствуйте, дорогие зрители! Ща я вам поведаю, что я купила в Коломне И не только я И не только в Коломне Пока Маша мыться Я тут за её компом В общем Будут тут мои только руки типа И то, что я купила Купила я В Коломне Ой-ой-ой Упало что-то Вот такую вот прелесть С очень прозрачным составом Пастила это у нас С чёрной смородиной Вот такая рулетика Вообще я не помню, почём она Но три пастилы у меня вышли на 950 рублей Вот, значит, пастила у нас Пастила Её, конечно, наверное, не видно Но почти не видно Потом Какая-то советская пастила Маша купила себе такую же Мы с ней её оприходовали И я поняла, что раз я её уже пробовала То могу её задарить человеку Который кормит моего котика Все три дня Союзная Тут у нас Яблоки Чёрная смородина Шоколад Малина Сахар И яичный белок Вот так она выглядит По-моему, она 250 рублей стоила И ещё у меня другая была пастила Как мне сказали, она похожа на домашний мармелад Без понятия Так ли это Ибо ещё не вскрывала С вишней Ну, кто не знает у меня То теперь, знаете, люблю я с вишней Вишню И тут у нас яблоки, вишня и сахар Вот она Такая вот Типа плоская Типа вот Так Вообще Это как бы было Вот мы ещё были в этом музее Который не совсем музей Но Там вас накормят чай Напоят вкусняшкой И много чего расскажут И дадут даже шоколадное зёрнышко кофейное Точнее, кофейное зёрнышко в шоколаде Вот у меня тут берет остался Видимо, мы Маша-то положена по возрасту А я, видать, хорошо сохранилась Нас пустили, как детей, за 400 рублей каждого А вообще у них по выходным 600 рублей С взрослого и 400 с детёныша Человеческого А по будням 400 рублей С взрослого и 200 с детёныша, соответственно Ну, это я на сайте узнала ещё, когда в Угличе было В общем, вот такой билетик Мне на память достался И тут у нас Подпись Ну, там такая театральная постановочка Очень всё красиво Там была одна такая девочка Сначала думала, что это кто-то ходит в таком Под старину платья Оказалось, что это как бы актриса Но, в общем, очень красивое платье Лёгкое такое, летнее Это вот здесь у нас будет стоять И я ещё купила Браслетик Всё-таки я его взяла Но Маша меня Потом я, говорит, не хотела тебя разочаровывать Но такие браслетики продаются на Алиэкспресс Короче, браслетик Нам его говорили, что якобы сделаны ручной работы Но там женщина затирала сначала про Японию Очень плохо, а потом стала уже затирать про Китай И говорить, что это нет, это, наверное, про Китай Ну, короче, люди такие Я думаю, что это тупо торгашка Потому что она говорила Там, ой, вот это я делаю своими руками Но на самом деле Это как бы она затирала Про разновидности Лунного камня Ну, я представляю, что такое лунный камень Ну, и как бы у меня папашка был ювелир И не только папашка В этом плане Как бы не первый день с ними знакома Но она сама по себе очень милая, красивая И 150 рублей вот такая хрень стоит Она как-то... Можно её уменьшить на руке Можно увеличить Милая побрякушка Из колонны И там это вот как бы в смоле Или в пластмасске Засобачена... Ну, видно В общем, как её там Пушинка Наверное, одуванчика Тут листик такой В общем, вот такая требуха Это вот чисто из колонны Мы там ещё были, короче, в кафешке Но мы как бы поехали чуть-ка позже Где-то полчетвёртого, что ли, мы были Только хоть поболтать руками, что ли Полчетвёртого, короче, мы только туда прибыли Потом я на сайте смотрела Там написано было, что та экскурсия Вот на которую мы попали Она только по определённым дням Но получилось так, что мы попали Ещё, видимо, мама И сын, и дочка Ну, короче, у нас было пять человек Кто попал на эту экскурсию И нам как бы очень понравилась Там такая театральная Театрализованная постановка Показали, как чай заваривать По-китайски Как его пить А, да, я же там ещё купила В общем, вот это вот у меня вышло 400 рублей билет 950 пастила И 150 вот эта побрякушка А ещё купила два чая Под 50 грамм И каждый по 400 рублей Как бы у меня давно его не было Где купить, сейчас я не знаю Потому что раньше Я налил одного продавца Из конкретного был такой чай хороший Но продавец давно Закрыл этот свой магазин А в Угличе, в России Вообще я не знаю, как-то где это купить сейчас Как бы давно не покупала Никто не дарит Сама нигде не видела Ну и я решила тупо себе купить Во-первых, упаковочка Да, вот такая Кстати, вот если вы думаете Или у вас предвзятое мнение По поводу колонны То очень зря Если вы там не были То обязательно съездите Очень интересный музей Он у них вообще сам по себе Недавно открылся Вот именно такой Нам говорили, что 2008 года Там сделали этот музей Женщина просто какая-то спросила Точнее, женщина, которая с нами была В экскурсии спросила Как это всё начиналось И музей основал Как бы основал, не основал Но открыла такая идея Пришла, оказалось, не человеку из Коломны А человеку из какого-то другого города Я не запомнила Ну и как это всё пошло Потом там одно, другое, третье И в том месте, где именно Как показывают Приготовляется пастила Мы не попали Но я хотела именно Вот на то место Где вот мы ещё были В этой кафешке И я потом скину фотки Вконтактик Или вот с этого С компа, наверное Потому что Как меня допустили до компа Ну и в общем Как бы будет видно Что там кафешка очень интересная Как бы недорогая со вкусом Пастила всякая разная Пироженки Ну Пастила, в принципе, вся такая понравилась Но были пироженки такие Мы думали, что это пастильный тортик Оказалось, это тупо вот Такие вот, знаете, песочные Пирожные Такое суховатое пирожное С глазурью розовой В принципе, такое, ну как Вкусное, но Очень стыдное всё И я заказала Ну, выбрала Мы заказали там Чай Луидзинь Сейчас помнила Луидзинянь Может кто-нибудь смотрел Аниме Или читал мангу Там что-то оно в перевод застряло На третьем, вроде, сезоне серии Там где-то по 10, что ли, минут Китайцы вроде его рисовали Где этот Луидзинянь Сейчас бы вспомнить Яньхау и Луидзинянь Как украть 55 поцелуев Или идеальный муж Что-то в этом роде Или идеальный муж И я Или как украть 55 поцелуев В общем, как-то так Вот что-то мне напомнило Вот это у нас Я, короче, взяла, по-моему Чай Ну, его называют ещё Брови обезьяны Или бога обезьяны Как-то так Чёрный С ресничками такими Я одно время покупала Ещё в Ярике Хороший такой чай Мы там большинство Проголосовали За заварку Можно было Из четырёх сортов разных Выбрать какой-то чай И все В основном В общем, мы в итоге Определились с Дахунпао Перед Дахунпао В принципе, Дахунпао Хороший чай У меня тоже раньше был Ну, и там показывали Как, значит, определять Чай хороший, нехороший Качество Потом всякие вкусняшки Как чё приготовляли Как там везут Т.д. и т.п. И вот этот вот Товарищ Чуприков ПК Ну, и вот как оно выглядит Типа На корабле тут В общем, вот это у нас Цветочный чай Шилунга Ну, там, конечно Какие-то чаи назывались Не совсем так Как вот сейчас Привычное название Да Какие-то Очень даже внятные Ну, и показывали Как вот в рубашечку То бишь, рубашечка Вот эта оболочечка Сначала в одну рубашечку Потом вот в эту рубашечку Внутренняя Наружная рубашечка Эти 50 грамм Собачиваются А потом вот такой ленточкой Обклеивается Ну, и можно В общем, там купить Вот такие чаи И любой чай Из предложенных 50 грамм 400 рублей Ну, и можно Оплатить картой В кафе Ну, они, я так понимаю Предпочитают наличку Но у меня получилось так Что я наличку Как-то не очень сняла Ну, в общем Вот я себе Сувениров Напокупала И вот этот Вот этот Вот наш Чай Который мы в кафешке Так запили Вот он здесь Называется Чай зеленый Лучший Монитор потух Видимо уснул Устал ждать меня Вот так Он немножко Помялся И, кстати Вот По стильным Нам дали Этот Ну, где По стилу покупали Там По стила Короче Бокалейная Потом Еще какая-то Еще какая-то Забыла Ну, в общем Три раздела И вот по всех Нам показывали Экскурсию Говорили, что как Почему, зачем Угощали там Всякими такими Вкусняшками Ну, и, соответственно Чай мы пили из пиалочек Вообще прикольно У меня подобные пиалочки есть Но раза в два меньше Именно вот такие Как фарфора А еще есть Ну, если вы видели Там эти всякие Мои чайные обзоры То вот именно Из ясинской глины Пиалочки Они чуть побольше Наверное Чем чай Из которых мы пили Пять заварок У нас выдержал Дахун Пао В общем Вот здесь у меня Хоть у меня, кстати На постаменте Давно я так не снимала С руками Сейчас я попробую Показать пакетик Ну, на нем На самом деле Ничего не написано А шуршу В общем Обычный такой пакетик Большой пакетик Я его потом Может засниму Сфоткаю Скину Вконтактик В инстаграмчик Или еще куда-нибудь Ну и В общем Вот у нас Прыгает тут Фигня какая-то По монитору У меня тут чай Гостевой В гостевой чашке Ну, слушайте Вот сейчас так классно Мне сказали Не чувствую себя как дома А чувствую себя дома Вот реально Чувствуешь себя дома Да, я думаю Советовалась Она что-то я вот Купила сама по себе Вообще Она мне кое-что подарила Еще Но это в другом пакете Я решила Тупо сейчас обозреть То, что я купил сам Типа сувениры Из двух городов Один Одни сувениры Из одного города Другие Чистая Скусую С которым Меня Влад Познакомил Так И в общем Вот это у нас Сироп из фиников 250 грамм Что-то по чеку Он был 170 что ли рублей Вообще У меня на 700 Чем-то вышла покупка Вся И тут у нас В составе Только финики И вода Маша сказала Что он ей нравится А я люблю финики И я решила Почему бы и нет В общем Вот у нас Вот такое вот Частье Показываю Прям как Аленка Косметику Какую-нибудь Потом Я уже на кассе взяла Просто тупо Ну Я уже говорила Что тут по вишне Вишневый маньяк такой Вкус вилл Орехово-фруктовый батончик Миндаль Вишня 35 грамм Что-то он около 60 рублей Стоит Я по чеку потом глянула Ну чисто интересно было Что куда И нам еще получилось За счет Машиной карты У меня скидка там Какая-то 20% Можно завтра купить Выбрать какой-то Любимый продукт Видимо Кассирша поняла Что нам надо И можно будет Я потом это покажу И с завтрашнего дня Эта скидка действует Можно зайти Вот и купить Слегка дешевле Точнее там как бы Этот продукт Можно было купить По 115 рублей Если берешь 2 продукта От двух продуктов А так Сам по себе Он дороже стоил И вот если покупать Один продукт Он будет у нас 108 рублей И эта скидка По-моему У нее действует До 21.07 Вообще не знала Что такое Вот бывает Во вкус Виллах В общем А я тут состав Хотела глянуть Да Ну тут местами Как-то оно Не знаю Увидится Не увидится Или чтобы не тратить Время Потому что Это у меня Все-таки Не стрим Камера И время Тут ограничено 29 минутами В крайнем случае Или поставите На паузу Или я потом Если кому надо Мякните в каменты Зафоткаю И уже выложу Или отсюда Или из дома уже В общем Он такой А то неинтересный Тут видно Такой Как-то Прикольный Короче Я увидела Чисто упаковку Но я даже не знала Как он сам по себе Вот только сейчас увидела Уже на камеру Когда стала разбирать Тут Вообще Я люблю Клюкву в сахаре И по-моему Маша мне ее порекламила Еще Ну как она сказала Клюкву в сахаре Я люблю Сахарная пудра Тут это вот Вкусвиловская Клювку В сахарной пудре Может мы Попьем чаю Или я попью чаю А человек попьет Не знаю Ну или так поедим Короче Может все-таки Попьем вдвоем чаю Вот она вот такая Сколько стоит Не помню Кстати Мякоть и кокоса Мякоть и кокоса Что-то 120 рублей По-моему Она стоила Сколько у нас тут Граммов Ну и состав Тут тупо Мякоть кокоса Хз Сколько тут Граммов Ну донесут Но такая Тяжеленькая Баночка Стекляненькая 15.06 Срожденная Так Сейчас я покажу То на что у меня Будет скидка Если вот завтра Мы зайдем Можно будет это купить Это чисто Классическая Арахисовая паста Там была Ну в общем Арахисовая паста Которую я обычно покупаю Там сахар Соль бывает Ну у меня В моем варианте В Угличе В разных магазинах Где я покупала Обычно там Какое-нибудь еще Соевое масло Или еще какое-то Кладется А тут там чисто Вот сахар, соль И кокосовый Этот арахис А тут у нас Тупо Отборный Жареный арахис В общем Арахис Без никто Мы еще сегодня Заходили к ФС Там такие Вкусные Дешевые бутербродики Ну эти все Вот такие Типа булочки С курочкой А еще до этого Заходили в Макдональдс По пирожку Взяли У меня был вишневый И капучинки И кстати В пирожке Вишневом Была вишенка А то там Влад как-то в стриме Вопил Что пирожок Типа как-то Невкусно Или там И химия Или что-то В этом роде В общем Вот такие вот Две баночки 150 грамм Оно у меня У меня все вместе Вышло 230 рупий О Ее даже видно Да И что у меня тут еще Не забыть бы Да кстати Я еще обозрю то Что купил человек Не разрешили обозрить Что купил человек Теперь я знаю Что она коллекционирует И еще А вот я тут На мышку нажала И экран Засветился В общем Она мне показала Потом вот Я видела Вот эту вот Именно пастилу На сайте Коломенской Вот этой Из Коломны Которая Которая город Коломна А то мне Тетя сначала не поняла Она думала Что в Коломенское еду Потом объяснила И поняла Что она в Коломну Что все-таки в Коломну В общем это По типу такой пастилы Вот в Коломне делается Но я там Такую именно не видела Точнее мы видели Потом уже На таком как бы Уличной На этой келавке Можно было там Что-то купить Но что-то я просто На нее посмотрела И как-то Как-то не купила А здесь Она мне показала Там еще яблоко Было Яблоко сушеное Типа сушеные Яблочные чипсы Типа яблоко сушеное Но яблоко сушеное Я сама могу сделать У меня вообще Насушеное яблоко сушеное С прошлого года Масломатрное Яблоко сушеное Насушеное В общем Вот тут Пастилла Хрустящая Яблочно-вишневая И у нас тут Свежие яблоки Свежая вишня или свежезамороженный сахар, белок яйца куриного, лимонный сок, прямого отжима. Вот. В общем, это я купила во вкус Филле. Вроде я тут как бы все обозрела, и сейчас я как бы покажу такой красивый пакетик. Даже, может быть, сейчас лапа будет дрожать, потому что хоть оно и на штативе. Ну, или я сейчас вот так его поверну, и покажу. Стоять, не падать. В общем, вот такой вот замечательный пакетик. И сейчас я из этого пакетика буду доставать всякое интересное. Вообще, на самом деле, там два всякое интересное. В общем, такая замечательная кукла ручной работы. С зелеными глазками, с кудрявыми кудряшками. Тут, конечно, свет светит, лампы, может, так не особо передается, но на самом деле, глазки у них, правда, зелененькие. Вот. Вот они. Сейчас даже уберу что-нибудь из своего барахла купленного, чтобы ее как-то так вот... Кукел. Кукел, кукел. Кукел раз. И кукел. А, ей еще магнитик задарили. Бонусом. Магнитик. Тоже типа ручная работа. Там еще большого формата были с такими же рисунками, типа как доски. Ну, как разделочные доски, но, по-моему, они были чисто такие, как, ну, сувенирные доски. Не разделочные, но выглядели как... Как доска, на которую можно порезать. Лаком покрыто. Человек с батоном. И еще один. Как бы ангел. Тут ее, наверное, можно повесить. Тут такая веревочка. Но я как бы в куклах самопальных не спец, поэтому не знаю ничего. Вот она, кукла. Кукла-ангел. Русалка, можно сказать, потому что под цвет волос русалки. Ангел-то, скорее, русалка. Ну, и вот такой у меня обзористый видос случился. И, может быть, я что-то забыла сказать. Но, если что, потом... А, вот, вспомнила. Я, короче, получилось так, что водитель... Я же ехала на блаблокаре, и водитель позвонил мне, когда я этот стрим делала, и на 15 минут пораньше сказал прийти, и мы еще, соответственно, приехали. Полчаса он раньше нас привез на Щелковское, но так как я была на Щелковском вообще в 2005 году, далекий дальний год, да, и я вообще как-то там в Москве особо не ориентируюсь, только на трех вокзалах, ибо была последний раз там, не знаю, года три назад, тогда еще ориентировалась. Ну, в общем, получилось так, что Маша еще не пришла, а я как бы ее жду, ну, и, соответственно, приехала раньше. Ну, как бы я считаю, что это нормальный вариант этот расклад, потому что первый раз как бы встречаешься, все равно какие-нибудь косяки случились, плюс, если у меня везде все время все хорошо получалось, то обязательно должен был быть какой-то косяк. И если водитель меня как бы, ну, такой, я на переднем сидении ехала, нас там трое человек было, не считая водителя, оптимальный вариант такой, кстати, водитель внешне показался знакомым, ну, я как бы по лицам людей не запоминаю, но профиль очень классный у водителя. Я не знаю, вряд ли водитель будет, вообще смотрят эти водители Ютубы, но крутой водитель, вообще, я ему даже отзыв сегодня оставила, оказывается, на Блаблакар можно оставлять отзыв о поездке только через сутки. И плейлист у него очень шикарный был. Ну, в общем, мы доехали очень хорошо, ну, и получилось так, что я там стою рядом с этим КФСом или КФСиком, там и всякие люди ходят, иностранцы и прочее, и подходит ко мне какая-то цыганка беременная с какой-то едой. Лопает еду, держит еду, и ко мне девушка, типа, покормим меня, я беременная, ну, это если вкратце, и что-то такое, типа, нету, типа, дай денег, нету денег, я говорю, нету денег, а что ты тут стоишь, говорю, меня встречают, а, тебя встречают, а если я, типа, спрошу у тех, кто встречает, я говорю, ну, думаю, хрен с тобой, а что-то она до меня докопалась, я говорю, пожалуйста, я вас не трогаю, вы меня не трогайте, пожалуйста, ну, типа, отстаньте от меня. Она свалила, потом смотрю уже, прошло какое-то время, мы с Машей уже, как бы, практически списались, созвонились, поняли, где должны встретиться, и получается так, что мне попадается опять эта цыганка беременная с тремя дитями, и мне, ну, типа, тебя встретили, я говорю, нет, не встретили, ну, что, тебя оставили, да, оставили, я говорю, да, оставили, и вы меня, пожалуйста, оставьте, я это Маша рассказывала, она типа того, что, расскажи вот это, если будешь снимать там видос, вот я сейчас вспомнила про это, и вы меня, пожалуйста, оставьте, Я не знаю, поняла она там что или нет, но получилось, что я иду, и она мне на встречу, и как бы она меня оставила, совсем оставила. Ну, как бы люди в Москве более-менее адекваты, ну, в смысле, вообще адекваты, кроме вот этого вот. Хотя нам сегодня попался в Раменском какой-то человек Горошина, в общем, наехал на Машу на велике, я ещё так удивилась, думаю, вроде как видно, куда идём, и вроде не место для велосипедов, а место для пешеходов. Ну, и как бы там проехать никак, потому что с одной стороны машина стоит, с другой стороны тоже как-то так. И у меня такое ощущение сложилось, что человек в своей жизни вообще никогда не видел девушек в шортах, он что-то до моих... А я в этих карельских шортах была, в мото-чёрных, сегодня вот переоделась, была в Натажина из Америки, в футболке вот эта с ангелом-обезьянкой, и в шортах. Ну, и вот, что-то он всё ехал там, нам бы крикивал, думаю, блин, солнышко припекло, и да, кстати, в Раменском так прикольно, чистенько, действительно, очень чистенько, и фонтанчики, и вообще милый такой город, кто не был в Велком Ту Хэлл, тут красиво. Ну, и я тут говорю, хоть рукой помашу, всем пока, типа как бы, финицеля комедия.